всем привет с вами youtube канал яммпринтер сегодня у нас на разборе принтер бразер 7032 мфушка давайте его включим и посмотрим что это за проблема обсудим из чего он состоит какие детали для чего нужны и из-за каких деталей могут возникать у него какие-то неисправности и что у него летит нажимаем на 2 копии видим принтер печатает маленько длинновато в целом работает также здесь имеется полоса здесь видим у нас нет ни полоски ничего будем смотреть выключаем принтер достаем картридж все заработал картридж у нас не достается причина первое видим здесь такой рычажок то есть этот рычажок у него сломаны защелки вот видим здесь должны выходить защелочки их нет из этого ваш картридж не достается рычажок мы выдвинули картридж достали картридж здесь состоит из двух частей потом не обратим внимание начинаем разборку нашего МФО потихоньку вам будут показывать детали из-за чего какие могут быть ошибки видим наша крышка не закрывается дело опять же все вот из этой части то есть пока вы ее не поставите как надо все закрылось если ваш принтер берет по два лиска бумаги по два по три обратите внимание на тормозную площадку бывает она сточена и не выполняет свою функцию чтобы разделять бумагу можете вначале ее отмыть попробовать если не спасет то значит только менять ее когда я разворачивал наш лоток из лотка выпала такая пластмасска скорее всего что-то в принтере у нас сломано будем разбирать и смотреть как меняется наша площадка видим здесь два винта откручиваем их винтики здесь вот такие после чего видим ролик наш ролик этот нужен для проката бумаги скорее всего когда резиновые ролики задевает на площадке видим много пыли чтобы заменить здесь видим такие две защелки раз и два то есть мы на нее нажимаем вот таким образом вот таким образом раз нажали три подняли вверх и два наша площадка уходит здесь здесь она крепится на двух этих зажимах вот так она выглядит вот пружиночка которая в свою очередь нажимает на площадку чтобы та отделяла бумагу то есть то есть ничего такого сложного нет также может принтер у вас набрать бумагу если у вас заедает вот этот механизм то есть минимум когда вы принтер вставляете там расположены шестеренки и ваш механизм поднимается с толкателем бумаги здесь в отличие от этих принтеров нету двух пружин он работает за счет этого механизма так еще устроен лоток мы разобрались переходим к разборке дальше следующим шагом будем снимать нашу крышку чтобы она нам не мешала в будущем снять мы ее не сможем потому что нам мешает вот эта часть когда вы будете снимать крышку здесь у вас будут защелочки аккуратненько их вот так отщелкните или нажмите вы увидите здесь будет расположено здесь будет у вас заключенный винтик будет винтик или не будет если будет, то открутите его у меня его нету нажимаем на эту защелочку вот она и поднимаем нашу ту часть вверх вот образом приподняли ее вверх после того как мы эту операцию сделаем наша крышка легко снимается то есть вот это приподняли бокс двинул здесь у нас расположен лоток верхний регуляторы который видим регулирует нашу бумагу больше и меньше также на крышке расположена вот эта видимо остренькая такая штучка она нажимает на датчик таким образом принтер у вас распознает закрыта ваша крышка или нет ошибку закройте переднюю крышку обратите внимание вот на этот датчик откручиваем вот этот винтик затем чтобы снять там боковые крышки открутим вот этот винтик и вот этот винтик винтики открутили затем чтобы снять вот эту нашу часть видим сюда она заходит берем шеточку и вот так вот крепко она подходит то есть таким образом вы можете добраться до соленоида после чего переходим в заднюю часть видим наша дверка болтается чтобы снять нашу дверку нажимаем вот сюда и вот сюда здесь видим у нас крепеж был сломанный вот он находится дверклей у нас оберклей так и остался внутри включим два винта вот этот винтик и вот этот винтик винтики здесь вот такие вот затем чтобы снять нам вот эту часть здесь у нас одевается на наши наконечники видим здесь также то есть вот на эти крепежи фиксируется наши ролики протяжки бумаги затем будем снимать боковые крышки чтобы снять боковые крышки видим у нас имеется вот здесь такая защелочка и здесь спереди такие же две защелочки то есть мы отогнем и тоже отогнем то есть вот так вот она отгибается раз защелка два защелка и чтобы ее снять было вам легче вам надо поставить на край стола видим от пугули и защелку тянем вниз то есть там сзади сделали такую же операцию вот они наши защелочки эти крепежи крепятся у нас снизу вверх эти тоже то делаем такую же операцию одну панели вторую принтер мы их припадили и сзади защелочку все у нас должно пойти все вот она защелочка и вот они две тут так же направляющие смотрят вверх затем будем снимать наш блок сканера чтобы его снять нам надо снять защитную крышку заземляющий провод идет сюда не знаю он у вас будет так или не так винтик вот винтик винтик вот винтик поднимемся до самого ценного в этом принтере плата форматора крышечка можете сразу сложить три винтик вот сюда чтобы они лежали после чего будем оцеплять наш провода блок сканера то есть взяли шлейф вытащили отмутрили провода вытаскиваете маленькую раскачку вроде все легко вышло так отцепили то есть получается два провода заземляющий и шлейф после чего вот эти наши крепежи для поднятия и опускания блока сканера разводим по сторонам и второй и таким образом он снимается тут выполняем такую же операцию блок сканера наш поднимаем шлейф аккуратненько вытащили ставим по 90 градусов почти здесь у вас такие будут защелочки вы почувствуете когда он под вас пойдет вверх вверх после чего снимаем наши крепления здесь такие буковки циферки то есть в одно ушко смотрят в одну сторону другого другое справа у нас написано 7 слева написано 6145 АЕС 5 справа ЛФ 6146 АЕС 7 то есть эти крепления отличаются левой правой пружинки у нас здесь получается где-то вот такой вот длины где-то 5,5 сантиметров крючок у нас получается одевается сюда чтобы потом не перекутали колечко одевается на крепление откручиваем винтик так вот чтобы снять так вот расположение провода чтобы вам легче было достать давайте отцепим от провода в свою очередь входит сюда видим платин расположен здесь вытаскиваем вот отсюда то то есть если ваш принтер не сдает звуков обратите внимание на динамик после того как сняли динамик можем снять верхнюю крышку конечно можно было ее снять и так отцепить динамик отплатой и снять и снять но мы будем мыть затем откручиваем раз винтик два винтик здесь три винтик в правом углу почему-то винтик с такой юбочкой расположенной затем достаем эту часть печки здесь тоже она снимается вначале вот этот угол потом вот этот то есть можно даже так снять видим здесь по вырезу обратите внимание на ваши флажки почему она могла залипать может что-то с флажком как-то не доходило здесь резинка видим наклеена специально сильно не стуклась после чего откручиваем вот эти два винтика реже винтики затем берем вот эти части нашей печки и тянем ее на себе таким образом ролик протяжки бумаги спички смотрим чтобы наши ролики стояли на месте все пружинки были здесь вот такие еще две пружинки то есть одна пружинка и вторая пружинка после чего откручиваем еще вот эти два винтика раз и два и еще два раз затем берем вот эти защелочки и поднимаем вверх раз защелка и два защелка но нам подняться верх не даст тут еще защелка есть в серединке просто тянем на себя вот вот защелочка и вот она защелочка также не забываем про эти защелки и про вот эту защелочку опять что-то выпало где-то что-то капитально сломало ролик протяжки бумаги из принтера смотрите внимательно чтобы у вас они были целые непожеланные редуктор буду собирать смажу обязательно пружинка пока разбираем уже такие две части вылетели не знаю посмотрим откуда это нашел угол откуда две пластмасски у нас вот этих вылетели и до этого еще находил то есть возможно даже что-то попало отсюда узел выхода бумаги спички и из-за этого принтер не выполнял свою функцию вот эти датчики бумаги флажок он не доходил до конца бахтопару которая расположена здесь и из-за этого была ошибка больше предположений у них нет следующим шагом будем снимать нашу печку или как фьюзер фото барабан наносит слой тонера этот узел внутри разогревает тонер на леске бумаги таким образом он у вас не цепится с листа и остается на месте какие у него бывают ошибки видим здесь раз два три четыре бумага отделитель то есть на нем образуется запекший тонер и начинает цеплять бумагу так что не разбирая вашего принтера если у вас бумагу здесь начинает мять обратите внимание на эти бумагоделители то есть их надо так достать почистить видим кусочки от тонера от запекшего и таким образом вы избавитесь от этой ошибки снимаем вначале провод берем отверточку или что-нибудь такое засовываем сюда вот я поставил видим здесь такая защелочка то есть я на нее нажал и она разъединяется оттуда белый провод и красный провод и отцепляем они укладываются видимо так и тут чтобы не мешали белый отцепим так так Провода убрали, чтобы ставить печку мы можем сейчас открутить вот этот винтик, и вот здесь винтик находится. Вот они два винта, раз винт и два винта. Винтики открутили, после чего видим этот провод. Который нам может быть, будет маленьким шансом. Вытаскиваем печку. В печке видим шестеренка. Если у вас будет, при вращении идти отсюда звук, обратите внимание на эту шестеренку. 4 бумага делителя. Потом будем ее разбирать и смотреть из чего она стоит. Обращайте внимание на шестеренку. Вот эти. То есть, если у вас не будет вращаться ваша печка, обратите внимание на эту шестеренку. и на вот эту, которая в свою очередь вращает вашу печку. Следующим образом будем снимать нашу плату, которая расположена на 1, 2, 3, 4 винта. Отцепляем наши шлейфики. Откручиваем винтики. Открутили. Четыре винтика здесь. Два больших, два маленьких. Снимаем нашу плату. Видим расположение нашего проволока от соленоида. Тогда будете снимать аккуратненько. Потому что здесь мы так что-то хлипко сделали. То есть, видим вот эти у нас 1, 2, 3 контакты идут вот сюда. Которые в свою очередь идут у нас от карджа. Там потом будем разбирать и увидим. Плата вот такая вот. Следующим образом будем снимать наш блок лазер, который отвечает за изображение. Чтобы его снять, нам надо будет отцепить вот этот шлейф и открутить вот этот провод. Вы не сможете открутить блок лазера. То есть, здесь вот один винтик мы видим. Мы открутить сможем. Пока у нас стояла схемка, она не давала нам добраться до этого винта. По идее, по-хорошему здесь должен быть еще один винтик. Тут он почему-то отсутствует. Дальше мы видим наш шлейф загибается. Находится в таком положении, то есть засунут вот сюда. Этот провод у нас идет вот сюда. Также выходит у нас еще один шлейф узенький снизу. Который в свою очередь идет вот сюда. Обратите внимание на этот датчик. То есть, когда вы будете собирать дёрганый рычажочек, видим, что он опускается. Ставлю я его обратно, он поднимается. Если вы что-то поставите не так, у вас подниматься не будет, ваша шторка рваться не будет. И будет ошибка. Также на себя вытянул, она ушла. Картридж можно спокойно вытащить. Я ее поставил. То есть, обращаем на флажок и вот на эту штучку внутри. И вот на эту штучку, которая вращает наш картридж внутри. Следующим образом, чтобы снять набух лазер, надо скрутить вот этот винтик и вот здесь еще один винтик. Затем мы наш каркас, мы это разбегаем, чтобы вытащить наш блок лазера. Фильтр, ну не знаю, можете его обыть, разбыть. Стекло, видим, запыленное. Его надо обязательно будет потом обтереть. Стекло вроде чистое, но сейчас... Видим наводкой, сколько грязи. Вот эта вся пыль влияет на ваше изображение. Павший клаван с аспиртиком и протер. В принципе, туда больше лезть дальше не надо. Смысла нет. Сняли блок лазера. Смотрим здесь как бы наши ролики про тяжкие бумаги. Датчик прохода бумаги, если у вас будет ошибка. И вижу здесь, вот видим в этом углу, вот такая черная штучка. Нажиматель. Сейчас покажу вам, куда он нажимает. То есть в этом углу есть. А в этом углу уже нету, отсутствует. Потому что без полной разборки я не узнаю, что с принтером было не так. Что это у нас такое? Получается, мы вставляем картридж. Видимо, я поставил картридж. Вот они, кстати, вот эти контакты, которые тут подают напряжение на фото барабан. Вот так вот его поставили картридж. Сейчас выточим. Видим, здесь такие у нас беленькие штучки. Прижимные, что ли. То есть вот эти ролики белые. Здесь тоже. Они входят вот сюда. То есть вот эти, вот эти штучки вставляются сюда и зажимают их. Возможно, что плохо с одной стороны у нас зажимается. Нету изображения. Но это не факт. Поставлю. Попробуем. Ну, надо на все обращать внимание. Видимо, тут вот четко пошла. Здесь уже начинает бледно. В коем случае мне никогда не попадался. Чтобы не было этой штучки. Ну, будем узнавать. Если у вас был такой случай, напишите комментарий. Следующим образом мы снимаем эту плату форматора. И вот этот металлический наш редуктор. Давайте сначала снимем плату. Убираем шлейф. Убираем шлейф. Убираем этот провод. Затем вот этот. Шлейфик. И вот этот шлейфик. Откручиваем. Раз. Два. Винтики все такие вот. Так. Отцепляем наши датчики. Вот она плата. Если у вас ваш компьютер не видит плату. Обратите внимание. Драйвер. Провод. И вот этот разъем. После чего, скорее всего, надо будет поменять такую плату. Плата форматора. Форматированный форматор. Что в ней вылетает, я не знаю. Никогда я ее не делал, не чинил. Если знаете, пишите в комментариях. Следующим образом будем снимать наш редуктор. Откручиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь винтиков. Тут еще видим. Винтик. А там расположена пружинка. То есть вот так вот наша пружиночка спускается отсюда. Идет и сюда. Заземление. Эту пружиночку пока мы временно уберем. И будем снимать наш редуктор. Ух ты, сейчас посыпется. Ух ты, сейчас посыпется. Ух ты, сейчас посыпется. Моторчик. И еще одна. Наша пластмасска. Которая в свою очередь упала. Потом поставим на место ее. Шестереночка у нас отсюда. Вот эта шестереночка у нас получается вот отсюда. Вроде одинаковых шестеренок здесь я не вижу. Вот она у нас вот эта ось. Чтобы не упала. Которая. И работает у нас получается. Оно беру пока. Здесь видим пружинка как одета на эту шестеренку сверху. Смотрим, чтобы все зубья были целы. Так. Этой шестеренке не дает вылезть вот эта шестеренка. Вот она защелочка. Мы ее маленько отодвигаем. Таким образом вот эта наша часть может выйти. Снимаем эту шестеренку. Следующим шагом давайте снимем нашу детальку, которая у нас отвечает за поднятие флажка на блоке лазера. Вот она расположена на пружинке. То есть снимается она вытащили и тянем ее на себя. Здесь такая небольшая защелочка. Не сломайте ее. Так. Вот она защелочка. И отодвигаем. И пружиночка. Эта деталька включает шторку на блоке лазера. Она поднимает ее. Видим датчик наш. Датчик у нас не срабатывает, потому что здесь у нас отсутствует датчик, который идет в картридже. То есть в некоторых картриджах они есть, в некоторых нет. Потом посмотрю, если попадется. Я вам покажу обязательно его. Снимать я его не буду, потому что он уже сидит крепко. Следующий датчик у нас идет, вот видим, здесь такой стеклышко. И здесь и стеклышко. Вот расположен этот датчик. Вот здесь и. С той стороны пока показать не смогу, потому что плата. То есть видим у нас в картридже тоже окошечко. Заклеили. И тут заклеили. Получается у нас проходит луч и определяет уровень тонера в вашем картридже. Если луч будет проходить мимо, то значит у вас будет ошибка и закончится помер. Как же нам заменить эту сломанную штучку. Видимо она здесь ходит. Винтик здесь такой, поменьше в отличие от этого. Снимаем нашу детальку. Вот такая вот деталька. После чего сцепим наш провод, который расположен вот так. вот он наш датчик. Окисление. Затем нашу лапку вытаскиваем. Видим здесь зубики обломаны. В некоторых МФУ здесь расположены резиночки и эти резиночки вот в этом месте не стоят. Они залипают и ваш принтер берет по два по три ска сразу. То есть у вас ролик захвата как надо не срабатывает. И постоянно у вас бумага берется и берется. И ничего не стопорится. Следующим шагом снимаем вот эту сериночку. Потому что вдруг у вас будет необходимость что-нибудь заменить. так вы будете видеть все расположение редуктора. После чего нажимаем на защелочку и снимаем вот эту шестереночку. Затем вот эту. Вот так вот она расположена. Здесь вначале втулочка такая. Сверху одевается вот эта. Вот такая вот пружинка с винтиком. Затем если вам будет необходимость залезть сюда. Снимаем пружиночку. Обратите внимание как эта штучка стояла. То есть она стояла не вверху. Пружинку снимаем. Прямо в таком состоянии. Ложите ее. Чтобы не потерять пружинку. Бывают случаи когда блин откуда ни возьмись шестеренка сломается. И какая-нибудь другая. Как ее поставить неизвестно. После чего снимаем вот эту пружинку. Винтики здесь опять же небольшой и не маленький. Средненький. Чтобы он у вас хорошо работал. А если он у вас не работает. Попробуйте его. На 12 вольт как делается. Показывал видео что такое соленоид. Следующим образом нам надо будет снять вот эту пружинку. Винтик здесь опять небольшой и не маленький. Вам будет не давать этот провод сняться. То есть видим так он уложенный. Он не дает нам соленоид выходить. Тут такую же операцию. Почистить его. 24 вольт. Работает. Здесь все видим у нас такая пластмасска. Обломленная. У вас она должна быть целая. Что-то ее залили специально чем-то. Чтобы даже принтер не расходился. По ходу дела этот принтер когда-то упал. Сюда я лезть не буду. Вот эта пружинка когда если будете лезть. На нее обратите внимание. Ее потом так тяжело ставить. То есть видим она с одной стороны отходит вот от этой нашей штучки и с другой стороны она отходит. Такая вот у нее работа. Вот так вот. Просто долго ее оставить. Мучиться неохота. Следующим шагом добираемся от этого узла. Защитную пленочку нашу снимаем. Вот такая вот пленочка. Откручиваем. Раз. Два. Три. Четыре винтика. Четыре винтика крутили. Эту часть вы снять не сможете. Потому что у вас. Ваше крепление уходит вот сюда. Под этот полтик. Тоже вытащить не получается пока ослабить. Здесь небольшой немаленький средненький. После того как мы ослабили. После того как ослабили. мы сможем вот эту штучку вытянуть на себя. И снять вот эту нашу металлическую стеночку. Так. Шестеренка. Которая вращает нашу печку. Три шестеренки. Три шестеренки. Которая вращает наши. Ролики. Выходы бумаги и спички. Две одинаковые. Почти. То есть вот так вот они расположены. И это вот такая вот. Теперь если у вас ошибка выхода бумаги. У нас есть флажок или вот эту схему. То есть здесь язычок мы отогнули. Вот он язычок. И вот она наша октопара. Тоже ее надо почистить и посмотреть. То есть если флажок целый. То по цепочке октопара шлейф плата. В принципе эту сторону мы все разобрали. Сейчас попробуем заменить ролики захвата. Чтобы вы не разбирали ваш принтер. То есть ваш принтер перестал захватывать бумагу сладко. Плохо захватывает. Как же они меняются. То есть видим нашу ось. Где она расположена. В нашей ролике захвата. Так. Видим вот эта штучка. Беленькая. Которую я показывал вам. Вот она расположена. Получается внутри. Вот она. Вот она. Давайте 7 минут. Подставку странно. Здесь она есть. А здесь. А здесь почему-то. Еще. Сейчас только обратил внимание. На металлическую подставочку. То есть вверху она есть. А внизу она отсутствует. Такая вот подставочка. Такие вот два винтика. Пружинку. Пружинку. Теперь берем нашу беленькую. Вот эту штучку. Отгибаем. И ролики захвата. Достаем. То есть вот таким вот образом. Видим. Она доставаться не хочет. Следующим шагом. Есть вот такой язычок. Стопор. Который стопорит эту нашу белую втулочку. Мы на него нажимаем. И филеем наш ось в бок. И все. Таким вот образом меняются наши ролики с захватом. За эту работу вы на отдадите рублей 600-700. Блин. Когда будете отгибать. Отгибайте поаккуратнее. Потому что. Не знаю. У меня он почему-то обломался. Вот. Ничего страшного. Такого нет. Если захотите вытащите эту ось. Здесь тоже язычок. Тяните его на себя. Ваша втулочка вот так вот выходит. Не хотела вытаскивать эту белую штуку. Но она сама упала. Вот. Вот. Чтобы заменить вам ролик протяжки бумаги. Здесь он вам надо будет снять. Затем снять эту шестереночку. Здесь язычок отгибается. Вот. Такая шестереночка. снять. Вот. Сразу. Заодно эту вытащим. чтобы потом вытаскивать это от нас у нас от роликов протяжки верхних получается вот эти здесь видимо такая небольшая защелочка то есть когда вытаскиваем нажимаем маленько и она вылазит чтобы легче нажать вот видим наша идет ось это здесь белый язычок нажимаем и вытаскиваем сейчас снимем вот эту часть 1 винтик и 2 винтика 2 винтика мы сняли металлическая нож держать ничего такого интересного нету крепление следующим образом 7 датчик видим расположен датчик прохода бумаги причем два винтика ведь здесь вот так вот средненький видим наш датчик здесь расположена эта пара так снять пока не получится сейчас снимем наш балл питания чтобы было удобно разбирать винтик теперь будем снимать блок питания с такой шайбочкой давайте сразу снимем вентилятор чтобы не мешал конечно еще тут не по порядку делаем как получается такой вентилятор кнопка цепилась и тут еще получается разъем на двух винтиков надо буду открутить с такой шляпкой после того как открутили в тон сейчас выйдет тоже все выходит и только после этого сможете снять ваше блок питания тут еще такая защелочка который надо на себя потянуть так и здесь еще так так наш блок питания в тунгаре затем видим плата где распределяется то есть вот он идет на датчик на закрытие крышки я вам показывал в самом начале видео отцепляем не хочет нацепляться ладно вот защелочка раз вот защелочка два тянем на себя следующим образом отцепим наш датчик вытащили дырочку небольшой сделали отверточкой вытащили вытащили здесь вот такие защелочки имеются с двух сторон можете сюда можете сюда аккуратненько раз то есть между двумя вот этими датчиками проходит луч когда у вас картридж пустой луч между собой смыкается и таким образом принтер определяет что у вас пустой картридж то есть такая длинная пружинка идет в свою очередь пружинка пытается за эту пружинку заберем наш провод сколько собирать его здесь отключен раз винтик и два винтика такие вот два винтика затем видим эта часть намешается чтобы вытащить подставку наш блок питания чтобы легче снять пружинку мы вот эту металлическую часть вытаскиваем и вот так вот ее снимаем провод видим у нас уходит на датчик вот сюда вытаскиваться не хочет потому что не дает ему каркас чтобы снять каркас нам надо отключить раз винтик и два винтика так и вот два винтика после того как мы открутили мы можем вытащить нашу схему датчик прохода бумаги датчик прохода бумаги получается что здесь не один а два то есть у одного авто пара расположена здесь у другого расположена вот здесь опять возвращаемся к нашему ролику как же вы снять здесь такие защелочки беленькие надо на них нажать ружиночка вылетела когда сняли наш блок питания но мы знаем откуда она вот я вам показываю на что буду нажать на эти защелки на эти и вот на эти нажимаем на защелочки теперь вот они видим расположены теперь смело нашу ось могу вытащить вот они защелочки эти ролик протяжки бумаги чтобы нам вытащить эти ролики протяжки надо тоже нажать нажать на защелки вот они защелочки и щелочек попробуем аккуратненько отсюда потехи то есть вот я поддеваю нашей защелочкой вылазит вот они раз защелка, два, три, четыре еще остался один датчик как вы замените датчик прохода бумаги откручиваем вот эти два винтика винтики здесь вот такие видим расположение его тоже тут одна октопара если у вас сломается датчик то есть так вот он меняется достали его отсюда вытащили отсюда в расположение пружинки вот такое я вас мажу доставать не буду их топора аптёров если вы захотите достать этот расположенный в принципе этот спринтер я разобрал сейчас возьмусь за за 70-30 и покажу вам неисправности какие там разобрал я 70-30 видим состояние неактив видать его как будто он не знает откуда от тонера следы конечно не такой чистый как у того даже по схемкам здесь металлический каркас как там был тут тоже видим состояние неактив видать его никто тоже картридж я вытащить до сих пор не могу быть и признать в чем причина даже вот я вытащил наш сочежок картридж наш не проходит все-таки здесь кто-то копался видим шлейф засунули этот широкий не сверху как он должен быть а снизу надо как-то его аккуратненько вытащить чтобы не порвать вот наглядный пример почему ваш принтер плохо облево печатает видим от порошка тонера все загрязнено блок лазера то есть следите за картриджами всегда чтобы они вас не пылили не сыпали если лист начал печатать грязно отдавайте на профилактику и делайте новый картридж печка у него тоже посмотрите на тефлонный вал то есть видим полосы какого не должно быть от чего они образовались так не понятно будто что-то попало и царапало мы разберем потом посмотрим в следующем видео будем разбирать ту и ту печку вентилятор тоже здесь видим желает лучше почистить смазать такая черненькая схемка тоже смотримся в туннере вот почему горят ваши блоки питания и принтера потому что все равно принтера нужна профилактика и очистка иначе вот это все может замкнуть и перегореть я вообще удивляюсь как в таком состоянии работал давайте смотреть почему же у нас не выходил картридж видим снимаем наш ту детальку видим так это у нас штука целая целая пружинка здесь пружинка почему-то как-то была загнута не так на этом месте у нас рычажок был прикрученный на том принтере у нас прикручен был здесь болтик а здесь через железку возможно вот эта штучка слетела маленько и рычаг у нас заел сейчас я его берем сейчас я его берем вот 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 такой у нас должны быть защелки картридж хоть и освободился но все равно выходить не хочет видим что у нас произошло с пружинкой которая должна быть входить в свои пазы кто-то не парился просто ее засунул сюда и все то есть чтобы нам сейчас вытащить картридж нам придется опять разобрать весь редуктор и посмотреть что за причина почему он не вылазит и так почему же не вылазил наш картридж этот штырек вылез туда как каким то образом справа и заел картридж то есть при замене для заправки накосячили вот так вот я нашел причину почему он не вылазил наш картридж видать здесь неправильно было встанно здесь и не зафиксирована шайба хотя я где-то находил вроде слетела так что еще раз говорю внимательно следите за картриджами от этого зависит работа вашего принтера на этом я заканчиваю свое видео ознакомились мы с двумя принтерами посмотрели какие ошибки могут быть то есть когда покупаете с рук принтера лучше вам сразу дать на профилактику чтобы вам посмотрели все состояние если какой-то шум скрип или что-то маленько работать не так не пожалейте денег и отдайте или покупайте уже принтер который полностью обслуженный а не в таком состоянии я его обслужу он будет еще работать у меня долго и качественно на этом я заканчиваю свое видео если вам понравилось видео не забываем ставить лайки подписываться на канал пишите свои истории что у вас было с этим принтером подписывайтесь в группу вк также пишите звоните в whatsapp до свидания с вами будет канал я вам и принтер